В деревне Александровка возрождается уникальный храм святого благоверного великого князя Александра Невского. Его уникальность не только в истории и местоположении, но даже и самой приходской атмосфере в нынешней обстановке. Немалое число прихожан здесь оставляют дети. Силами Норвежского благотворительного фонда в этой местности построили шесть коттеджей для русских многодетных семей. А значит, в первую очередь храм будет нужен для детей и их родителей. Возрождение жизни в поселке Александровское начинается с возрождения жизни храма. Сейчас сложно представить, как это место выглядело раньше. Единственный источник, свидетельствующий о внешнем облике, рисунок немецкого солдата. Однако, удивительная красота этого места продолжает поражать воображение и сейчас. Ладожский ковчег, как еще по-другому называются эти места, необыкновенно красивый уголок. Воронья гора – одна из самых высоких точек Ленинградской области. И в свое время важный стратегический объект. В конце XVIII века, как эти земли были куплены родом Демидовых, и появляется этот храм 1794 года освящения. Вместе с усадьбой, которая построена приблизительно в это же время архитектором Старовым. Именно тем архитектором, который устроил Александр Невскую лавру в 300-летие, который мы праздновали совсем недавно. Уникальность и особенность этого места именно в этом. Что это храм-усыпальница рода Демидовых, что он находится в едином комплексе с усадьбой, которая на сегодняшний день разрушается. И то, что место здесь изначально было стратегически очень важным. На почве общего дела по возрождению культурного наследия этих мест возникло Александровское собрание, которое всеми силами старается помочь восстановить утраченные красоты, но нуждается в поддержке. Мы предпринимаем определенные шаги сейчас и с казачеством, с гачинским, с общественностью, с правоохранительными органами, с администрацией тайской. Вот хотелось бы обратиться еще в федеральные органы, поскольку усадьба принадлежит именно государству на федеральном уровне, с тем, чтобы, может быть, нам дали возможность на общественных началах, своими силами и средствами попытаться сохранить, охранить усадьбу от вандализма, от уничтожения, от пожара, от полнейшего исчезновения с лица земли. На храм впервые обратили внимание в 1990 году. Он стоял без крыши, разрушенный и открытый всем ветрам. Стали организовываться субботники, начались первые молебны. Спустя некоторое время на архитектурный памятник обратил внимание к Геоп, и храм удалось законсервировать. Сейчас общими усилиями работы продолжаются, и уже проводятся литургии. Правда, пока что в сенях. Если бы было финансирование федеральное, так, как это полагается, у нас есть все возможности, скажем, за три года сделать все, вплоть до росписи даже, наверное, так. Новая жизнь храма, его детство, совпадает с детством юного прихода. Деревня Александровка наполнена голосами и смехом десятков мальчиков и девочек. Храм здесь нужен. Это та необходимая основа жизни, с которой начнется все остальное развитие деревни и ее окрестностей.